Сегодня будет отличное упражнение. Мы нарисуем черно-белый рисунок, стеклянный графин. Для начала проводим линию. Мне поможет то, что я прижму руку к краю блокнота или листа. И когда я провожу карандашом линию, она будет прямая, потому что сохранится эта дистанция. Показываем высоту пробки. Здесь будет ширина горлышка, еще одна длина горлышка и, наверное, будет низ нашего графина. Рисуем, стараемся, чтобы это был круглый, но как получится. Я думаю, должен получиться, если делать такими короткими штрихами. Выходим на длину нашей пробки. А теперь показываем кругом горлышко графина. Здесь, кстати, есть время, когда можно изменить пропорции. Вот я сейчас сделала поменьше немножко. Теперь сужение. И, в общем-то, само горлышко графина. И так как я сделала короче эту часть, то теперь можно начать широкую часть рисовать. Сейчас я проведу линию. И примерно одинаковые, да? Короче, я должна выйти на ширину. И уйти вниз. Кругом покажу низ нашего графина. Ну что, вот такой у нас получился эскиз. Линии вспомогательные убрала. Теперь беру черный карандаш и начинаю черным карандашом давать штриховку тех частей графина, которые будут у нас черные. Более темные. Здесь у нас будет отражение окна. И выходим вниз этой пробки стеклянной. Здесь будет самая темная часть. Я, хоть и рисую черным карандашом, все-таки я не надавливаю. Он у меня дает такой серый цвет. Не черный, а серый. Если мне надо потемнее, я просто прохожу несколько слоев штриховки. Но мне поможет создать более темный цвет. Вот у меня самый темный цвет внизу. Сейчас пока. Теперь по краю пробки. Здесь я такие даю непонятные цветовые пятна, но которые нам помогут показать, что это пробка стеклянная. И вот она вошла сюда, в графин. Здесь будет более темный цвет. Теперь уже переходим на горлышко графина. Оставляю очень непрокрашенную светлую область. Под точно так же даю потемнее, но там не прокрашиваю до конца все. Вот эту вот часть, фигурную часть графина. А дальше у меня уже идут вертикальные штрихи, потому что здесь уже началось само тело графина. Здесь у нас будет, я такие вот даю световые пятна, отражение. Опять даю второй слой штриховки. Стараюсь делать, чтобы штриховка у меня была все время равномерно. Надавливаю. Если мне надо темнее, я прохожу еще одним слоем. Вот сейчас мне надо потемнее. Я вот здесь вот прохожу еще раз. Здесь можно оставить тоже такие не до конца закрашенные, потому что стекло, очень много всяких отражений, каких-то световых пятен. И мы постараемся это показать вот такими недопрокрашенными местами. Здесь я даю уровень жидкости. Будет опять-таки непрокрашенная область. Даю дальше более темный цвет. Опять отражение даю. Не прокрашиваю до конца. Не показываю саму форму графина. Оставляю там более светлое пятно. Непрокрашенная область. А вот здесь вот будет более темное. Здесь даже сольется темное с темным. Тут вот будет. Оставляем белые пятна. Они нам помогут показать стеклянность самого предмета. Если так можно сказать. Немножко сейчас я уменьшу это отражение. Здесь покажу. Бок потемнее. Сейчас штрихи я соблюдаю форму графины. Даю таким кругом. Здесь вот потемнее будет. Сейчас очень важно цвет показать где-то темнее, где-то светлее. И это нам поможет показать объем предмета нашего графина. Здесь добавляем такие линии. Возвращаемся в горлышку. Здесь под верхом. Под круглым верхом пробки. Даем более темный цвет. Даем вертикальные штрихи. Очень легкие. Добавляю горизонтальные штрихи на центральную часть. Под вот этой фигурной частью графина опять добавляю темный-темный. Вот только темный цвет нам помогает показать сияние стекла. Здесь то же самое. Здесь будет самая темная часть опять. И опять добавляем темный цвет. Вот здесь вот как бы видна граница жидкости, находящаяся в графине. Сейчас вот у меня очень эта линия вышла. Я сейчас попробую смягчить это. Возле белых отражений, конечно же, будет потемнее. Темный цвет покажет белизну. И продолжаем штриховать. Штриховать придется много. Но только надо смотреть, где надо усиливать темный цвет. Где оставлять светлый цвет. По краям мы оставили светлый цвет. Здесь надо показать изгиб самого стекла. Ну что, сам графин вышел неплохо. Мы сейчас опять покажем горлышко. И, наверное, время отточить карандаш. Сейчас я подточу карандаш. Карандаш взяла более острый. Сейчас добавляю сюда темную штриховку. Очень важно здесь показать более темный цвет. И видите, как я делаю. Соблюдаю форму крышки. И самая темная здесь будет часть. Сейчас я сюда добавлю эту темную штриховку. Здесь отражение, возможно, окна. Видите, как темный цвет хорошо подчеркивает светлую часть стеклянную. Опять возвращаемся. Здесь вот самая темная часть. Здесь опять надо смотреть баланс цветов, где мы сделали темные. То есть надо постараться, чтобы этот баланс остался такой же. То есть не было, что тут темнее, тут светлее. Это везде одинаковый графин, одинаковое стекло. Ну, круг у нас такой получился сомнительный. Но все равно круглый. Мы же все вручную рисуем. Не используем никаких инструментов для того, чтобы у нас все идеально круглое получилось. У художников так не бывает. У них все, все на глаз. Это же не фотография. Это картина, которую мы рисуем своими руками. И здесь кусочек нашей души. Сейчас немножко я затру места, которые у меня вышли за границей. А в целом, очень даже неплохо получается. Сейчас я наведу. Хорошо бы, конечно, не наводить форму графина, а показать темный фон. И тогда на этом темном фоне очень красиво бы засиял этот графин. Но у нас белый фон. И мы не будем его менять. Можно только немножко вот здесь добавить поверхность, на которой стоит. Видите, вот если поверхность сделать более темную, то он засиял сразу графин. Ну и подровнять немножко надо. Ну, раз подровняли. Сейчас мы немножко растушуем, чтобы это не было очень в глаза не бросалось. Немножко сотрём. Сейчас немножко. Я растушевала, у меня, конечно, пропала такая четкость рисунка. Я сейчас чуть-чуть добавлю сюда темный цвет. И, выполнив такое простое упражнение, нарисовав стеклянный графин, используя только черный карандаш и белую бумагу, мы учимся рисовать и круглые предметы, и правильно распределить цвет и тень, и показать материал. И я надеюсь, у вас тоже хорошо получился этот рисунок. Вам понравилось это упражнение. И приходите в гости. Рисовать легко и весело, когда вместе.